привет всем друзья вы на канале фартовый коллекционер и в этом видео я покажу как определить 50 копеек которые стоят 5000 гривен перед началом ролика попрошу вас подписаться на мой канал и поставить лайк и партнер этого видео сайт виолити это место где вы можете выставить свои монеты на продажу или зайти и прикупить себе редкие и ценные монетки украины в коллекцию ну что ж давайте начинать для определения редкой и дорогой монеты 50 копеек возьмем как обычно по традиции наш магнит я уже рассказывал как можно определять редкие ценные монеты среди новых гривен 1 и 2 гривны они должны быть не магнитные то есть если мы обычные монетки прикладываем они магнитятся если монеты 1 и 2 гривны не магнитные они интересны но после этого видео очень много людей мне начали спрашивать по поводу 50 копеек каким же свойством они должны обладать магнитным или не магнитным друзья очень важно здесь обратить внимание на год монеты вот например вы можете посмотреть вот таком интересном а любовь можно глянуть из каких металлов созданные монеты мы видим 50 копеек были у нас до 2000 до 96 года латунные они не магнитятся и с 2001 у нас алюминиевая бронза по 2012 из 2013 у нас уже стальные вот эти два типа они у нас магнитные этот латунный не магниты по 96 год то есть как мы это проверяем вот берем монетку 14 года она у нас стальная мы принимаем она у нас магнитом легко притягивается это не интересная монета вот латунная монета 50 копеек она не притягивается магнитом тоже нам не интересно но вот мы переходим к монете за 5000 гривен и так это 50 копеек 96 года обычный вариант который стоит недорого вот с крупным гуртом 50 копеек она у нас латунная она не притягивается магнитом видите ничего не происходит но здесь мы видим монету которая у нас притягивается магнитом то есть это что значит что это магнитная заготовка и эта монета стоит дорого потому что не родная заготовка но в этой монете еще интереснее потому что в тот момент когда еще в те далекие годы хотели перейти от латунных монет на монеты стальные чтобы сэкономить стоимость чтобы сэкономить на производстве монет и тестировали тестировали разные заготовки и данная монета была сделана на не родной заготовки а привезенной из заграницы были заготовки из англии из германии и других стран и это была тестовая работа проверялась у нас получается чеканили эти 50 копеек они чеканили аверс с обоих сторон и если мы развернем эту монету мы увидим что здесь также у нас аверс то есть 50 копеек гербом с обоих сторон видите это абсолютно оригинальная чеканиная на луганском станкостроительном заводе там где и обычные 50 копеек ну собственно вы видите как выглядят эти 50 копеек на виолете у нас такие пробные монеты выставлялись и уже были продажи друзья они бывают с разным покрытием то есть это стальная монетка которая с латунным покрытием как вы здесь видите и вполне вероятно что могли начеканить пробные версии с с номиналом как проверить берем 50 копеек 96 года магнит не интересная монета стоит 100 гривен тоже 96 год не не выбрасывайте не тратьте потому что редкая монета а с мелкая насечка еще дороже стоит видите тут крупная насечка а вот 96 год которая магнитная видите привлек к магниту прилипает это уже интересно ну что спасибо всем кто посмотрел этот ролик до встречи всем пока